Отделение гемодиализа краевой клинической больницы. Все места заполнены. Возраст тех, кому через день по 4 часа чистят кровь, а иначе нормально жить не получится, самые разные. Многие сюда ездят годами. Их не справляющиеся с нагрузкой почки заменяет искусственное. Вот такой аппарат. У пациента забирается кровь. Проходит через насосную часть аппарата. Поступает в диализатор. Здесь вот проходит по капиллярам. И возвращается обратно к пациенту. У Любови Бедревой был перерыв. В свое время ее больную почку заменили на донорскую. Она и позволила 20 лет жить обычной жизнью. Без диализа. Но в отделение пришлось вернуться. Такое бывает. И от многого вновь пришлось отказаться. Воды нельзя много пить. И, конечно, и диету соблюдать. Пища должна быть более белковая. Это мясо. А овощи и фрукты нужно постоянно себя контролировать, чтобы калий не повысился. Число людей, которые без диализа просто не смогут жить, год от года растет. Причем во всем мире. В конце 20 века даже заговорили о пандемии хронической болезни почек. В крае ежегодно пациентов с таким диагнозом становится на 8-10% больше. В конце 19 года их было 717 человек. К концу 20 уже 767. И прогнозы медиков неутешительные. Причем это далеко не всегда врожденная аномалия органа. Спровоцировать болезнь могут сахарные диабеты, гипертония, а еще пожилой возраст. Какие симптомы хронической болезни почек? Изменилось мочеиспускание, стал чаще мочиться ночью, появляться стали отеки, артериальное давление может повышаться, слабость, утомляемость. Проходите диспансеризацию, анализ мочи патологическим осадком уже нацелит врача-терапевта на неблагополучие. Он дообследует этого пациента и пришлет к нефрологу. Гемодиализ необходим при крайнем проявлении хронической болезни почек. Как нам сегодня сказали, всем нуждающимся эта процедура доступна. В регионе сейчас 11 диализных центров. Но по сути это уже зависимость, без которой не прожить. По словам врачей, выход есть. Их даже несколько. Либо стоять в листе ожидания на донорский орган, либо следить за своим здоровьем. Ведь тихий убийца может годами не проявлять себя. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.